Всем привет! Мы продолжаем писать алгоритмы на языке Java. Сегодня мы займемся жадными алгоритмами, а именно мы будем решать задачу, которая называется непрерывный рюкзак. Давайте посмотрим, что у нас для этого есть. Так, ну для начала давайте прочитаем условия. Итак, у нас есть рюкзак, его ввестимость W большое, и есть N предметов. Для каждого предмета мы знаем его стоимость и вес. Нужно оптимизировать суммарную стоимость предметов, которые лежат в рюкзаке, если можно от каждого предмета отпилить любую часть. Ну давайте начнем с того, что создадим класс предмет. Назовем его item, у которого объявим два поля, естественно, стоимость и вес. Чтобы было красивше, давайте добавим его в дефолтный конструктор. Отлично. Теперь давайте создадим массив таких объектов. Прекрасно. Теперь это все надо считать. Поскольку данных у нас много, давайте научимся считывать их с файлика. Для этого давайте заведем файл. Назовем его input-text. И вот этот файл давайте скопируем данные из примера. Берем их отсюда. И переносим сюда. Отлично. Теперь у нас есть файлик. Давайте его считаем. Считывать мы будем с помощью класса, который называется сканер. Это самый более-менее простой способ считать данные из файлика. Он достаточно тормозной. Когда у нас будет проблема со скоростью, мы попробуем от этого избавиться. Но пока что давайте напишем так. Вот. Мы создали новый сканер, который считает из файлика input-text. Он его подсвечивает красным, потому что сканер иногда, когда создается, кидает наружу x-apps. Например, когда такого файлика вообще не существует. Поэтому этот exception давайте для простоты пробросим его наружу. Либо можно окружить его блоком try-catch и поймать exception прямо здесь. Для простоты выбросим его наружу. Если файлика нет, то у нас программа упадет, скажет, что файлик input-text не существует. Теперь давайте из файлика считаем данные. Давайте посмотрим, в каком формате они у нас записаны. У нас сначала задается число n и w, а потом n раз задаются пары из стоимости вес. Давайте так и считаем. Сначала считаем число n, потом число w. Теперь создадим массив на n элементов. И считаем их один за другим. Так, мы бежим циклом от 0 до n-1. И заполняем этот предмет. У нас сначала идет стоимость, потом вес. Как раз так, как мы задаем. Прекрасно. Он подсвечивает желтеньким, потому что мы массив не используем. Мы его создали, но ни разу не использовали. Действительно довольно странно, но сейчас мы его начнем использовать. Но прежде чем мы пойдем дальше, давайте посмотрим, у нас действительно данные считались правильно, потому что очень неприятно, когда пишешь программу очень долго. А потом выясняется, что ты данные считал неправильным. Для этого давайте их выведем. Если я так напишу, у меня выведутся немножко странные вещи. Вот. Это потому, что у item не прописан метод toString. Давайте его пропишем. Это дефолтный метод toString. Он не очень красивый, но сойдет. Вот видим, у нас есть три предмета. Стоимости примерно такие, как должны быть в условии. 60-20, 150, 120-30. Похожи на правду. Итак, данные считались правильно. Теперь давайте научимся собирать с этого рюкзак.